Примите, пожалуйста, мои поклоны. 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 Сият. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Примите, пожалуйста, мои поклоны. Примите, пожалуйста, мои поклоны. То есть, то, что легко обретается, то, что легко в материальном мире, то, что легко обретается, это смерть. А самопоэтом ритюм таким образом, это обитель смерти. Материальный мир, как всегда, в этих стихах очень жестко, беспощадно к нашим материальным чаяниям, говорит Господь. Итак, намочает я самопоэтом ритюм, тот, кто не может, не способен освободить своих подопечных, и самопоэтом ритюм от круговорота рождения и смерти, тот не может становиться гуру, он учителем, сваджана, даже просто родственником, отцом, матерью, полубогом или мужем. Вот так, тот, черт, литературный перевод, тот, кто не способен вызволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти, не имеет права становиться духовным учителем, мужем, отцом, матерью или полубогом, которому поклоняются простые смертные. Давайте прочитаем комментарии. Маджи, Елена, можно, пожалуйста, попросить вас? Первый абсцент. Харик Кришна. Вокруг так много духовных учителей, однако, как утверждает Господь Ришабха Дева, человек не должен становиться духовным учителем, если он не способен вызволить своих учеников из круговорота рождения и смерти. В сущности, тот, кто не является чистым преданным Кришне, не в состоянии вызволить из этого круговорота даже самого себя. Единственный способ положить конец рождению и смерти – это вернуться домой к Богу. Но как можно вернуться к Богу, не познав Его? Джанама, Джанама, Карма, Чаме, Дивьям, Эвамью, Ветти, Татвавам, Татватах. Спасибо. Кто-то еще может прочитать? Я могу прочитать. Да, пожалуйста. В этой связи можно привести немало примеров из истории. Так, Махараджи Бали отвергся его гуру Шукрачарю, поскольку тот оказался не способен вызволить его из круговорота рождения и смерти. Шукрачаря не был чистым преданным Господа. Он шел путем кармической деятельности и стал возражать, когда Махараджи Бали решил отдать все, чем вводил Господу Вишну. На самом деле отдать все Господу – долг каждого, ибо Господу принадлежит все сущее. В Магавадгите 9.27 Верховный Господь говорит. Меня больше не видно. Читать дальше, да? То-то прочитайте, пожалуйста. О, сын Кунти, чтобы не делал, чтобы не ел, чтобы ты не приносил жертву, не отдавал, какую бы аскезу не совершал, делай это как по отношению мне. Это и есть в акте – отдать все Верховному Господу, способный лишь тот, кто предан ему. Тот же, кто не предан Господу, не вправе становиться духовным учителем, мужем, отцом или матерью. Большое спасибо. Другой подобный случай произошел с женами Браманов, проводивших жертвоприношения. А ради того, чтобы удовлетворить Кришну, эти женщины оставили свои семьи. Вот пример того, как жена отвергает мужа, который не в состоянии спасти ее из каких-то рождений и смерти. По этой же причине Махараджа Прохлада отверг своего отца, а Махараджа Барадан – свою мать. Махараджа Джанамина Асасиа. Примечание Шилаппады пишет, что Барадан здесь имеет цвету брату Господа Рамачандры. Это история из Рамалилы, когда Барадан, будучи возведенным на престол, по прихоти Кришну, а затем по терканию. Давайте еще раз почитаем текст. Гуру Насасият, Сва Джана Насасият, Кита Насасият, Джана Ни Насасият, Тайван Нататсьян, Напатиш Ча Сасият, Нам, очередь, я саму по это пройдет. Тот, кто не способен вызволить своих подопечных из проговорота рождения и смерти, не имеет права становиться духовным учителем, мужем, отцом, матери или полубогом, которому поклоняются простые смертные. Текст, в первую очередь, мы его должны применять к самим себе. Смотреть на то, что кто-то становится исполняющим одну из этих ролей, не имеет квалификации, потому что бы дать возможность своим подопечным стать предными. Но, в первую очередь, мы должны это применять, примирять, безусловно, к себе. Шалапрапада говорит в самом начале комментария, что тот, кто не является чистым предным Кришны, не в состоянии вызволить из-за того проговорота даже самого себя. То есть, текст мотивирует нас предъявлять высокие требования к нашему собственному уровню предности. Много примеров. Здесь приводят также Шалапрапада, Раджабали, отвергшую качарью, прохлада своего отца Кирани Кашипу, жены браманов отвергли своих мужей. Также Ачарии приводят и другие истории шастры, прожек от Ванга отверг Индру, Випишина отверг Равану. Вот ряд примеров от шастры. Итак, Шалапрапада говорит, что мы не должны быть обманщиками. Вполне одну из ролей, пока мы находимся здесь, в материальном мире, и должны со всей ответственностью подходить, как к своей духовной жизни, так и стараться дать возможность духовно прогрессировать тем, кто от нас зависит. то, что я хотел сказать по поводу этого стиха. Может быть, у вас есть дополнение, замечание? давайте еще раз прочитаем текст. гуру на сэсиат, сва джана на сэсиат, пита на сэсиат, джана ми на сэсиат, дайван на тасиан, на тишча сэсиан, на мочи дя самопэт им ритюн. А тот, кто не способен вызволить своих подопечных из круговорота рождения и смерти, не имеет права становиться духовным решителем, мужем, отцом, матерью и полубогом, которому поклоняются простые его смертью. Большое спасибо за решение и терпение. Сверхусь на повторник, прочитаем следующий текст, следующий текст у нас под программой.